Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Очередной специальный выпуск Баббл-подкаста, посвященный выходу фильма «Майор Гром, Чумной Доктор» В студии, как всегда, Артём Габрелянов, Роман Катков И это новая рубрика подкаста «Два бородатых мужика зовут себе других людей» В данном случае актёров, создателей фильма «Майор Гром, Чумной Доктор», который выходит на экраны 1 апреля этого года Ребята, осталось совсем чуть-чуть, а с нами сегодня, ну самое главное, гости украшения нашего фильма — замечательная, фантастическая Любовь Аксёнова Привет всем Что-то так тихо Это просто было хмурое утро Ну вот, если бы была массовка, да, это было бы логично Вылезает сзади все эти мексиканские карнавал Люба Аксёнова играет Юлю Пчёлкину в фильме «Майор Гром, Чумной Доктор» Впервые персонаж Юлия Пчёлкина появилась в первом номере комикса «Майор Гром, Чумной Доктор» Существовало много-много выпусков, это был один из главных персонажей комикса Журналистка, блогерша, подруга Игоря Грома, которая помогала ему с расследованиями Короче, очень увлекательна у них история взаимоотношений в комиксах, почитайте, очень интересно Люба, мы тебя пытались выцепить больше месяца, ты такая занятая, у тебя столько всего и гастроли Я прям представляю, как ты Роме... Гастроли? Ну да, я не знаю, что там, гастроли, съёмки, всё такое Я представляю, как ты Роме звонишь и говоришь Рома, извини, нам не надо бежать Дела пойми Да, да, вот что такое Так и было, так и было, это правда Практически да Но, наконец-то, ты с нами, и мы можем с тобой поговорить обо всём, о чём душа просит Да О твоей замечательной персоне, о съёмках в фильме «Майор Гром», о твоих планах на дальнейшую твою актёрскую карьеру Вообще, о том, какая ты классная, позитивная, и твоём пути от мосередения до вегетарианства, до веганства, как правильно я путаю всё время Вот, поэтому давай прямо врываемся Давай, давай, хорошо, я на самом деле очень рада, что я наконец-то до вас доехала Ура! Действительно, давно уже планировали Вот, и, ну вот, этот подкаст я очень хотела Класс, спасибо Ты смотришь наши подкасты? Я смотрю ваши подкасты Я просто видел твой подкаст с Ануаром, и он длится чуть ли не 20 минут или что-то такое Маленький, да, хотя мы долго разговаривали, как-то так получилось, что он достаточно короткий вышел Смотри, я, если не соврать, впервые тебя увидел, на самом деле, не так давно, в кино А это был, скорее всего, фильм «Ночные стражи», «Ночная стража», как он называется? Я всё время путаю «Ночные стражи», а рабочее название было «Крылья» «Крылья», да, нам, кстати, предписали, предлагали сделать комикс по этому фильму Ну, видимо, увидели ценник и такие, типа, не, лучше обойдёмся А, серьёзно? Хотели создать или хотели сделать комикс? Да, 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 хотели комикс по этой истории сделать, про молодость Леонида Ермольника и его отношения вот с этой азиатской девушкой-лисицей, которая там была в фильме, да Но мы сказали, что будем работать только с Любовью и с Михаилом Явлановым, поэтому, как бы, видишь, сами дождались этого момента Короче, да, и я тебя увидел там, и у тебя там был переозвучен голос Да Это так странно, потому что я увидел тебя потом в другом фильме, и у тебя там другой голос, и я начал путаться, где твой настоящий голос Да, это было решение режиссёра для того, чтобы... потому что он хотел акцент, а у меня не получилось на озвучке сделать акцент Ну, то есть я приехала на студию, мы... то есть сам режиссёр мне показывал, как нужно говорить, я пыталась повторить, но у меня просто не получалось У тебя был московский акцент Да, я всё равно немножечко тянула, согласна Но с тех пор ты поднаторела, я так понимаю, да, ты ходишь сегодня с пробкой какой-то, что-то там на озвучке, я заметил, это очень крутая технология Пробка — это как раз для того, чтобы чётко говорить Ага Да, да, это как раз для того, чтобы там немножечко аппарат свой вот этот вот раз... да, размять, что ли, но привести в порядок просто Очень круто А потом, потом я увидел тебя в передаче у Дудя, где ты рассказал просто охущественное стихотворение Ах ты, сука, сука Ненавижу, не прощу, видишь у меня базовка Да, да, да Было очень круто, я прям так проникся А потом, собственно, мы тебя позвали То есть ты ещё не видел... Ты вообще ничего не видел, Артём Нет, нет, я видел, но я видел ещё Гуля-Васи, конечно Гуля-Васи сейчас все смотрели, мне кажется Да, всё, я понял Он классный просто И точно, мы с тобой разговаривали на эту тему, Ага Ну это я так вкратце рассказал, конечно Слушай, а если перейти к озвучке, ты же ещё озвучивала героиню в Ральфе Да, было дело, да, я там даже пела И как? Как она озвучила? Шенк, по-моему её... Короче, в оригинале Любовь озвучила героиню, которую в оригинале озвучила Гальгадот Да Поэтому, чтобы ты понимал, первая женщина-супергероиня в комиксах на Западе И первая девушка-супергероиня у нас... А кого озвучила Гальгадот в первой части? Во второй части Ральфа А, нет, нет, я понял, а просто в первую... Гонщицу А, всё понял, да Да-да-да Так что всё сошлось, как вы понимаете Комиксы объединяют Наша Люба лучше ихней Гали, вот так Согласны Гали, Гали Короче, созвучка теперь легче и проще и круче Да, но я вообще, на самом деле, я в какой-то момент поняла, что это моя слабая страна озвучания фильмов или мультиков Ну, то есть мне как-то очень сложно давалось это на слух и вместе с изображением там попасть Вообще даже вот если сделать дубляж там фильма или переозвучить там свои роли Вот, и я в какой-то момент поняла, что мне нужно как-то прокачаться Я прям специально начала брать мультики, специально там общаться с людьми по этому поводу Вот, и сейчас гораздо лучше, да, вот у меня появились всякие примочки в виде пробочек там всего такого Там приседать обязательно нужно на площадке Я уже прям вижу, как мы сейчас делаем превью И где Люба говорит, у меня появились примочки в виде пробочек, все, это кликбейт на миллионы просмотров сразу Нет, не делайте так Пожалуйста, не надо Я знаю, что вы можете, но, пожалуйста, не нужно Не нужно, не будем Зафиксировали это в подкасте Окей, короче, ты все время идешь по пути самосовершенствования во всех отношениях Ну, я стараюсь Наверное, так можно сказать Тут сложно говорить, что я все время это делаю Потому что у меня часто бывает, что я хочу позалипать перед телеком Просто поиграть во что-нибудь и не совершенствоваться Хардстоун Хардстоун, конечно, нет Хардстоун как раз не игра, но мне нравится Как бы наблюдать И вообще мне нравится, что у вас с Пашей, ну, с моим супругом Есть вот это вот как бы общее Паша меня вздручил в Хардстоун так, что я еще неделю после этого не заходил У меня были травмы Серьезно? Да, и мне прям грустно становилось Вот так эти чемпионы в Москве разделы Вот, все нормально Все четко А ты, во что ты любишь играть сама, раз уж заговорила? Как ты любишь отдыхать? Потому что про работу мы сегодня все остальное время будем говорить А, ну да Я вот, я поняла, что на самом деле мне больше нравится смотреть, как кто-то играет Причем именно вот не видео в ютубе записи Да, не летсплей А, ну, мой летсплейщик это Паша Ну, то есть, опять же, мы там садимся У меня вообще для меня это своеобразное времяпрепровождение Я прям классно, я прям кайфую от того, что мы сидим вместе Он играет, я пью чаек или там что-то ем Комментирую Ты, Краб, ты куда на МИД пошел? Надо было защищать рабов Не туда, не туда Вот, а последнее, что вот мы прошли, причем совершенно недавно Это был The Last of Us, вторая часть, да Вот, мы с вами уже говорили на эту тему еще там сколько, год назад, по-моему, начинали Да, мы созванивались во время карантина и обсуждали это Слушай, ты знаешь, у меня была такая история смешная Знакомая девушка, они любили с парнем играть в героев Так И в какой-то момент она узнала, что он тайком поигрывает в героев без нее И так приливновала и обиделась, что это у них какое-то было такое священное и сакральное действие И вот даже видеоигры могут стать таким каким-то Ну да, ну да Ну я говорю, это как бы такое времяпрепровождение Но у нас есть игры, в которые мы вместе играем И есть игры, в которые как бы Паша играет отдельно Например, WoW, там тот же самый классик Он, конечно, играет сам То есть я туда, для меня это просто какое-то абсолютно новое Что там происходит Почему мы до сих пор с Пашей не знакомы, вживую Вот вопрос самый главный Я не знаю, я не знаю Я даже не знаю, как это возможно На Камиконе тогда все пересекались Да, свести в этом плане Потому что, ну, для меня это было удивление То есть, что это обязательно, там, не знаю, какие-то есть дни Когда, значит, ребята Так, ребята, сегодня в 2 часа ночи Мы встречаемся, обязательно идем Бьем мать иного дракона Да Да Ну вот такое Ну вообще я представил, как смотреть летсплей с твоими комментариями Просто записывай, знаешь Звуковая дорожка от Любы Аксеновой Просто ко всему Стой, не ходи, стреляй Патроны Перезрешивай Нет, нет, я сижу, знаешь, так И вот мы в The Last of Us когда играли Я говорю вот так Блин, ну вот если бы я, например, была в таком, конечно В такой ситуации Ну, у меня был бы большой рюкзак Куча всего Тебе бы пришлось много чего носить То есть вот такое всякое Окей, окей Там тебе был Тебе Ну я, Паша, говорю, тебе пришлось бы туго Он такой, блин Точно Как хорошо, что Поэтому перед зомби-апокалипсисом я ухожу жить один, да? Да Ну я надеюсь, что нет Собираю отдельно Но в общем Я бы нашла Ну у меня сразу всякая фантазия Что я бы нашла каком-то местечко Зачем куда-то выходить вообще Давайте найдем место Там будем жить Зачем? Ну там проблема-то основная Всех зомби-апокалипсис Это то, что С остановкой производства Всего в мире Начинает Сокращаться количество ресурсов И в какой-то момент оно исчезнет То есть заводы там По производству Переработки мяса Перестают работать Там выращивание Каких-то агрокультур Поэтому нужно выходить И собирать Да, поэтому нужно выходить И добывать до тех пор Пока он вообще все на нем не работает Любовь заранее подготовилась И мясо уже исключилось Все четко Да, вот расскажи, пожалуйста Про эту свою вещь Потому что когда мы с тобой Работали на Майоре Громе На фильме Майор Громчим и доктор У тебя было такое условие Что ты вот Как правильно Сыроедением Да? Занимаешься Занимаешься или как Сыроедением Короче Сыроедишь Сыроедишь, да Сыроелка Вот, и ты даже приходила к нам На читку У тебя были всякие там орешки Еще что-то Вот Да, я помню, кстати Милейший момент Когда у нас читка Перерыв Спустя там часа полтора И Любовь бегает Просто с батончиками Говорит Это как баунти Только нормальный Короче Всех угощала Всякими интересными штуками Да, это было Сыроедение Это такая вещь Которая Ты не ешь ничего Что может быть термически обработано Правильно? То есть включая даже хлеб Который в принципе Выпекается в печи Да, да Как это вообще Как к этому приходит? Фуф Ну у меня У меня это произошло От того, что я Все время рассказываю эту историю Расскажу и вам Вкратце Мне кажется Вкратце 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 Просто я понимала, что мне так нравится. Если мне что-то захочется, если я почему-то соскучусь, то я вернусь. — Могу себе позволить. — Да, да. — Не добавляла тебе каких-то неудобств в путешествия? — Не, наоборот, только проще было, да. — Берёшь только сухофрукты, да? — Да, сухофрукты, орешки там, если... Ну, правда, я ни разу не ходила в горы, например, знаешь, куда-нибудь, чтобы далеко, чтобы ничего не было. Всегда так или иначе есть, где купить фрукты себе или овощи. Вот, а тут я соскучилась по чечевице, я начала просто её добавлять себе, добавлять, добавлять, и в итоге вот у меня сейчас где-то 50 на 50. Я полдня ем фрукты и овощи, а полдня ем какую-то варёнку, там, это овощи готовленные. — Ну, ты веган, получается. — Ну, получается, да, но я ем мёд, ну, просто здесь всё достаточно сложно. — То есть мёд, а это что, это рабовладение? — И вот практически, да. — Веганская полиция! — Да. — Любовь, вы едите мёд? — Да, я ем... — Даже молоко считается неприемлемым для веганов. — Ты знаешь, нам... Ну, лично я не пью молоко, не ем тоже отчасти из каких-то этических моментов. Ну, потому что то, как молоко добывается в промышленных масштабах, это, конечно, вообще out of the law. — Не гуглите, пожалуйста. — Да, лучше, ну... — Или гуглите, и тогда не сможете пить молоко. — Да, ну, то есть, если, например, я опять-таки, я понимаю, что если я поеду куда-нибудь за город, там, к маме, и у неё будет, там, парное молоко от коровы, которая, я вижу, как она живёт, вот телёночка её счастливая, и у них всё хорошо, я понимаю, что всё это, как бы, это... Это нормальная здоровая семья, и они здоровые животные. — А быкада нету, а шашлык вон там. — О-о-о, ну вот ты всё портишь. — Ты всё портишь. — В общем, только от счастливой коровы ты пьёшь молоко. — Ну, я бы, наверное, выпила, да, но у меня просто настолько я давно это уже... не пью и молочку не ем, что как-то уже и не хочется. — А у тебя вообще вот как с уровнем энергии в организме? — Потому что я знаю такую историю вообще, как появилась мраморная говядина. — Как? — Короче, в чём суть была? Я могу сейчас чуть-чуть переврать детали, но в общем и целом так, что когда в Японии, которая активно расширялась, и происходили всё время войны, солдаты делали большие маш-броски на расстоянии, и оказалось, что особо на рисе и бабах не протянешь долго. Поэтому они подумали, что нам нужно какое-то мясо. И пастбищ в Японии не было. Поэтому они коров начали разводить, и так как пастбищ не было, где бы они выгуливались, они начали кормить их рисом, зерном каким-то, что-то такое. И от этого зерна они очень быстро жирели. А чтобы они не жирели, их начали массировать, вот прямо разминать. И вот из-за этого массажа произошёл процесс, который сейчас называют мраморная говядина. Вот это типа с прожилками, вот это всё такое. Хочу быть коровой. Кто-то помассирует. И кормить зерном тебя, да? Да, я согласен. И в чём суть, что вот, например, солдатам без большого количества белка и мяса, они просто не протянут на каких-то таких физических усилиях. А ты как актрезов, у тебя наверняка тоже есть какие-то смены, там, трюковые, например, да, на громе у тебя были. Ещё что-то. Вот как ты справляешься с недостатком энергии? Откуда ты белок добываешь? И всё такое. Да я как-то, ну, орехи, орехи, сухофрукты, кстати, очень повышают глюкозу. И я помню, что даже у меня была, опять-таки, такая примочка, как и пробочка. Я так придумала себе, что перед ночными сменами не есть вообще сахар, не есть сладкое. И вот я не ем, не ем, не ем. А потом, например, ночная смена, и я покупаю себе королевские финики, которые прям... И они прям аж зрачки расширяют. То есть я такая, всё, куча энергии. И как-то я пришла на, значит, на день рождения к своему другу, и вот там 4 часа утра, мы стоим в баре с одним человеком, я пью сок, и он мне предлагает тебе что-нибудь налить, может быть, ты хочешь, я говорю, не, я не хочу. Он говорит, ну, может быть, чаю? Я говорю, не, спасибо, кофе? Я говорю, не, 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 я на финиках. И он такой... Что это за новый наркотик? На финиках любая... И я говорю, ну да, да, королевские финики, хочешь, угощу? Он такой, нет. Я говорю, а мы очень серьёзно восприняли это. Это было очень смешно. Не-не, пожалуйста, просто не продолжай. Я не хочу это слышать. Втираю их просто туда. Просто финики моя любовь. У нас Миша Китаев привёз из Эмиратов вот такую коробку с финиками с этими. Боже, они так затягивают, это невозможно оторваться просто. Да, финики, это моя любовь. Но я сейчас их не ем, потому что я от них набираю очень быстро. Ну, конечно, там столько сахара. А тебя не рубят после такого, когда ты вот поел сладкого? Вот я, например, если поем, у меня углеводы, я сразу бух. Ну, когда большой скачок, ты имеешь в виду. Но нет, у меня скорее вот, даже почему я перешла на такой тип питания, потому что у меня, наоборот, вот я поем, не знаю, там рыбы или мясо, и вот буквально я поем, и мне обязательно нужно час-полтора поспать. Я не знаю, мой организм именно так реагирует. Ну, организм, видимо, ему нужно не тратить энергию на жизнедеятельность, а больше, чтобы поспать, отдохнуть, чтобы всё это переварить. Ну, да, ну, да. А вот такого плана пищи, она мне даёт много энергии. Я, на самом деле, тоже так, знаешь, перестроился в последний год или даже больше. Я стараюсь не есть мясо на ночь. Ну, то есть, прям мясо, то есть, в обед. То есть, я могу съесть курицу там часов в 7-8 вечера, но это максимум. Потому что очень тяжело, и прям организм так... Ну, может, возраст опять же. Нет, мне кажется, что это... Ну, мне кажется, в любом возрасте не очень хорошо на ночь есть мясо. Вообще, потому что оно очень долго переваривается. И то же самое с орехами, потому что это такая тяжёлая пища, которая лучше там до 3 до 4. Прямо жрать захотелось. Да, ещё перерывчик. Давайте доставку, да. Когда ты вообще отдыхаешь? У тебя безумный график. Ты же вообще... Ты все везде одновременно и никогда. Я, знаете, что делаю? Я поняла недавно, я тоже задалась этим вопросом. Мне часто просто приходится с таким вопросом, что, а что ты делаешь вообще для того, чтобы чувствовать себя всё время? Ну, потому что ты всё остальное время работаешь. Вот что я делаю. Ну, во-первых, у меня есть разного плана, такие, ну, обряды, если хотите. То есть мне нравится, например... Ну, из кого-то жертву-то. Нет, ну, мне нравится смотреть... А смотреть, как играет муж в PlayStation. То есть мне это реально даёт энергию. Мне кажется, что это уже выходной, если я в конце съёмочного дня прихожу, я понимаю, что... Я говорю, давай ты поиграешь, и я посижу поужинаю. Для меня это прям, ну, действительно отдых. То есть я придумываю себе маленькие такие дела, какой-то отдых, вот в котором... То есть или там я наливаю себе ванну, хотя бы там 10 минут я почитаю книжечку или там комиксы или ещё что-то, или что-то посмотрю. То есть для меня это вот такие вот... Пусть чуть-чуть, но постепенно они будут входить в мой ритм жизни. Да, я буду там 12 часов на площадке, но в обед я обязательно полежу, порасслабляюсь. Вот. И ещё у меня есть близкие друзья. У нас есть компания близких друзей, то есть с которыми мы... Ну, это... Ну, уровень взаимоотношений, когда ты вообще абсолютно всё, что угодно можешь сказать, рассказать там, или пожаловаться, или наоборот выслушать, и вы будете заниматься всякой дуростью от йоги до, там, я не знаю, играть в домино или на столке, ну, в общем, всё, что вы хотите, всё как бы вот такого уровня. И мы раз в какое-то время, там, раз в три месяца, в четыре устраиваем себе выходные. То есть это 2-3 дня, которые я выделяю, и даже если я там работаю, я всё равно прихожу на тусовку, и мы вот как бы... Ну, в основном-то к нам в гости приезжают ребята, и мы у нас живём. Ну, то есть это прям целая такая вечеринка, которая... Слеповая. Да, да, и мы... А что значит слеповая? А это вот типа, когда все ночуют вместе. Ну, то есть это пижамная вечеринка. Когда все ночуют вместе. Нет, когда все не обязательно спать. Вот. Нет, ну вот, и это... Мы же сегодня говорили про оргию, и теперь это как опять-таки ярлычок такой в нашем разговоре будет. Мы будем ещё возвращаться, я думаю, как-то туда. Вот. И это очень много, на самом деле, сил даёт, потому что люди совершенно из разных профессий, и мозги, ну, начинают потом бурлеть от избытка эмоций, энергии, ты постоянно что-то вспоминаешь. Мы говорим на какие-то интересные темы, которые всех беспокоят, на абсолютно разные. Ты та солнечная батарейка, которая работает от общения с любимыми людьми? Наверное, так можно сказать, да. Наверное, так можно. Но меня действительно это заряжает потом на длительный срок. А ты сказал, что вот у тебя все собираются обычно, либо у тебя, либо ещё где-то в доме каком-то. Это потому, что ты не выходишь в публичные места, потому что тебя всё время донимают автографами и всем таким, или просто тебе некомфортно с незнакомыми людьми? Да нет, но мы на самом деле просто, я имею в виду, что мы живём, но мы выходим там, мы в какие-то публичные места или там. И что, и постоянно, а, Люба-Люба, пожалуйста, вот это всё. Ты знаешь, вот в последнее время это стало чаще. В основном вот именно такое вот прям, как ты говоришь, что давайте сфотографируемся, это бывает на каких-то мероприятиях, типа там, не знаю, премьера. Ну, туда ты приходишь прям специально. Ну, это же так. Да, да, поработать. Да, поотдохнуть. Я помню, что Рома вот один раз был в Праге или где-то подошёл к актёру, что это, Крис Рокулл, Сэм Рокулл был. Да, и он отказался фотографироваться, потому что он сказал, что типа, нет, я на отдыхе, чувак. Ну, я ему просто респект сказал. Хороший парень. Ну, у него Оскар есть. Ну, кстати говоря. Значит, он по-любому хороший. Есть люди, которых прямо чисто, знаешь, такой, типа, нет, стоп, я на отдыхе, никаких фотографий, никаких автографов, ничего. Ну, такое, мне кажется, бывает от человека, зависит просто. У меня бывают, ну, опять-таки, да, в зависимости от состояния. Я практически всегда соглашаюсь сфотографироваться, но бывают моменты, да, когда, например, я чувствую себя плохо или мне не нравится, как я выгляжу. И последний раз было то, что я ехала в такси, и таксист меня узнал, а у меня вскочил ужасный прыщ на лице. Здесь прям такой, прям, я ещё поиграла в косметолога, я его расчесала, пыталась его достать, он такой разутый, я вот так вот в маске сижу, думаю, блин, лишь бы меня никто не увидел, лишь бы меня никто не узнал. И таксист меня узнал в маске, говорит, «Вы, Любовь, Аксёнова?» Я такая, ну, допустим. Он такой, вот, я очень большой фанат, там, я смотрела «Гуляя в Васю», там, ещё, ещё, ещё. Вот знаете, вы знаете, вот там мой любимый сериал, это с вами, это «Обнимай небо», вот можно с вами сфотографироваться? И он такой был милый, и я понимаю, что, но в то же время я не могу предать себя и свой прыщ, как бы, это теперь мой новый друг, который не хочет засветиться. И я говорю... Да, он был вот так как-то сделан. Вот так красиво, да? И я ему сказала, что, я говорю, вы знаете, мне не нравится, как я сегодня выгляжу, и если хотите, я могу сфотографироваться с вами в маске. Он такой, давай, круто, я тоже буду в маске. И он надел маску, и мы с ним в маске сфотографировались, вот, и как-то так было. Так вот я вышла из этого. Нормально. Луиси Кей говорит, что он никогда не фотографируется ни с кем, это стендап-комик американский. Да, и да, и да. Да, он говорит, что никогда не фотографируюсь, но я предлагаю взамен фотографии, там, 3-5 минут поговорить с каждым человеком. Он говорит, потому что, давай вместо фотографии, которая никому не нужна, мы с тобой просто поболтаем, я тебе узнаю что-то, мы хорошо проведем время. Это тоже, мне кажется, такая интересная философия, которая имеет право на существование. Да. Слушай, меня нет, я сейчас не могу сфотографироваться, давай обниму тебя. И люди потом вместе снимаются, потому что это одежда хранит твое тепло и энергию, да? Я не знаю, но просто мне кажется, что я подумала, что мне было бы приятно, если бы я так подошла к кому-нибудь. Ну вот мы когда сегодня с тобой поздоровались, ты меня обняла, меня стало просто сразу лучше. Ну вот, видишь. Ну а ты не знаешь, что мы не будем фотографироваться сегодня с тобой? Не знаю, кто знает, кто знает. Ограничения. Нет, обычно ограничения какие бывают? Это если, например, на площадке кто-то подходит, я в костюме или там в парике, вот как было на Майор Грома, что нельзя просто, нельзя. Это уже и в договоре написано, мы все это обсудили. Но, ребят, нельзя сфотографироваться, поэтому давайте там действительно обнимемся и как бы пожмем друг другу руку. Раз уж мы перешли к Майору Грому, твой персонажа Юлию Пчелкину из Майора Грома и парик. Вот, скажи, был какой-то момент на съемках, я помню, точнее, до съемок, когда ты сказала, что не, я красить волосы не буду, у меня куча проектов, поэтому мы нашли суперкрутого мастера, который сделал суперкрутой парик. Очень долго делал. Все правильно прошли, и спустя месяц или полтора месяца после окончания съемок ты взяла и покрасилась. Что это, б***ь, было? Что это было? А я тебе объясню очень просто. Ну, во-первых, опять-таки, все было, ну, чуть-чуть сложнее. А, да, я бы так запомнил. Да, я объясню, как это было с моей стороны. Давай. Тогда действительно, во-первых, у меня были подвязки с другими проектами, я понимала, что у меня там были какие-то перерывы в съемках Майора Грома, и я знала точно то, что между ними будут вставляться другие проекты, которые не успели меня доснять или там еще какие-то будут досъемки, которые начались до. И поэтому я не могла постричь, не могла покраситься. Я была как раз, у меня были достаточно длинные волосы, я хотела их отращивать еще дальше. Ну, то есть мне хотелось походить какое-то время с длинными волосами, поэтому я как бы тогда сказала, что я не хочу стричься. Ну, и еще были вот такие обстоятельства, что я не могу этого сделать. И потом появился парик, появились красные волосы. Я просто офигела, как мне это подошло. Я смотрела на себя, каждое утро приходила на площадку и такая, Игорь, нашему художнику по Гриму, пожалуйста, скорее. Я была готова сидеть, мне кажется, сорок час, полтора часа на Гриме, чтобы мне уже приклеились парик и как бы ходить с ним. Мне очень нравилось. И я решила, что, блин, у меня сейчас закончатся съемки, знаете, что я сделаю? Пойду покройся волосы в красный цвет. Причем вариантов было много, когда я пришла к своему другу, он мне сказал, что давай розовый, не знаю, синий, какой хочешь, фиолетовый. Я говорю, нет, красный. Я показала ему фотку, говорю, хочу вот так. Ну, единственное, что мы с ним, он меня отговорил делать прям полностью красные волосы, как у Юлия, то есть прям от корней, потому что он говорит, ты сейчас уедешь, и это будет сложно уходить. Отрастет будет чуть-чуть. Да-да-да, будет, ровно отрастет, и будет странно. А так, типа, будет отрастать, будет незаметно. Вот. Поэтому, потому что я потом уезжала еще на отдых, и с красными волосами еще походила. Да, потому что мне понравилось. Вы запомнили. Да, это было очень смешно, когда я прихожу на площадку, так как, господи, господи, что сейчас мне скажут? Я же отказалась краситься в красный. И прихожу, и меня, значит, зовут еще до грима, пойти подыграть там, или, по-моему, для Макса, оператора, постоять, чтобы он посмотрел, где я буду вылезать, что я буду делать. И я прихожу, сажусь, и Макс такой, о, ты покрасилась? Сейчас? А это был второй или... Второй или последний... Ну, как бы, по-моему, бред последний или последний съемочный день. Я такая, да, Макс. Серьезно? Ну, то есть, я ожидала, что будет такая реакция. Но для меня это, правда, очень трогательный момент для меня. Ну, мне много чего понравилось в Юле, чего я потом себе... Слушай, я рад, что мы так открыли для тебя какие-то новые грани именно от твоей персоны, новой личности. И, возможно, в следующем фильме, который, я очень сильно надеюсь, будет, мы уже прям без парика с тобой ворвемся. Расчистим твой график и ты посвятишь мою огрому несколько замечательных месяцев. Красных волос? Да. Давайте про Юлю поговорим, потому что реально все ее полюбили, мне кажется. Ну, и ты, в первую очередь. Мы-то ладно, мы работали над ней как бы достаточно долго и улучшали. И комиксный образ превращали в то, что в итоге стало очень классным, объемным и интересным в фильме. Так что ты поговори о своих впечатлениях. Когда ты в первый раз прочитала сценарий, потому что там уже было интересно достаточно образы, не похожие на многое, что вообще... Ну, даже в супергеройке на многое. Вот. Что у тебя самое выдающееся в Юле? Мне нравится ее чувство юмора, мне нравится то, как... Ну, я сейчас уже говорю в общем, наверное, об образе, который сложился вот в моем восприятии. То есть это вот уже и из комикса, и из фильма. То есть как это все перемешалось. Все, смех. Да, да. А мне нравится ее чувство юмора. Мне... На самом деле для меня Юля, наверное, является примером того, как нужно относиться к своей профессии. Потому что мне кажется, она абсолютно отдается этому процессу, готова на многое пойти. Мне это, ну, правда, очень нравится. Ты же еще так активно заинтересовался феминизмом в этот промежуток. Нет или мне показалось? Или это было раньше еще? Слушай, ну, меня вообще трогает эта тема, потому что она как бы летает вокруг меня и в обществе. Наверное, ну, возможно, действительно, там год-полтора назад, когда как раз, когда начинались съемки фильма, я более активно начала изучать это пространство. И как-то даже, знаешь, мне было важно понять, что это вообще для меня. Что такое феминизм для меня. Потому что каждый для себя по-своему это понимает и воспринимает. Ну, да, ну, да, сколько людей, столько именений. У меня такой Люба-феминизм какой-то образовался. Люба-феминизм? Люба-феминизм. Последователи Люба-феминизма, пока это одна я. Где записываются от него? Что, где записываются? Гвардия Люба-братцы. Я пришлю вам ссылку. Давай, давай. Какие членские взносы там? Я не буду говорить. Не будет отсылки, к которым мы хотели расставаться. Я подумаю. Орги. Опять? Я сказал, не будет отсылки. Что, я думал, там, знаешь, знаешь, как в этом, как у Тома Круза, какая у него секта-то это там? Саентологи. Саентологи, да. То есть, как в саентологии, там, членские взносы, там, знаешь, отчисления какие-то. Сколько? Деньги именно? Да, да, да. Там же еще на финансах завязано. Там орехи. Получаешь на орехи. Вот так давай. Помощь собакам. Слушай, это круто, да. Ты же еще очень активно занимаешься вот этими всеми собиранием каких-то мусорных отходов, как называется, пластика. Ну, в торсырья, да. В торсырья, да. Это тоже очень круто. Ты прям во всех областях как-то добрых, замешана. И, ну, замешана, это странное слово. Ты... Спасибо большое, спасибо. Ну, я так... Чем-то не показное, а вот вроде как вот действительно не занимаешься. Да, я сейчас даже делаю свой такой, ну, так скажем, я и мои комрады тоже. Кореша. Кореша, да. Мои кореша. И я. Делаем такой эко-проект, вот, о котором я потом, ну, чуть позже вам расскажу, я пока не хочу там вдаваться в подробности, но, в общем, мы достаточно давно уже готовим историю, как вот можно было бы там очищать леса, или как, например, продвинуть историю с загрязнением планеты из-за съёмочных площадок, потому что, ну, вообще, когда кино снимается, это очень много отходов, вот, и мы тоже там думаем над этой темой, как можно было бы, ну, хотя бы сократить. У меня есть идея, как в половину всего загрязнения на планете просто убрать за одно действие. Нужно запретить фестиваль нашествия. Он ещё есть? Да, я думаю, есть. Я думаю, есть. Я даже не знаю, я, честно говоря, последний раз, мне кажется, слышала про фестиваль нашествия, когда вот ещё телек смотрела, и там была какая-то... Ну, трома, должен знать, не знаю, есть тёмные нашествия. Тёмные люди, не слушайте их. Есть, есть? Есть, конечно. Да? А ты... А что вообще... Ну, ладно, не будем сейчас про нашествия, мы говорим про... Майор Гром, чумной доктор. Мне кажется, что Юлия Пчёлкина тоже, кстати, занималась бы эко-всякими движениями, ещё чем-то таким. Мне кажется, вообще, в принципе, так у нас совпало на съёмках фильма, что очень много черт персонажей, которые существуют в фильме, они свойственны и актёрам, которые их играли. То есть Саша Ситейкин такой же застенчивый, такой же и немножко неловкий. Саша Ситейкин такой же просто. Да. Он даже похож, мне кажется, типажно вот на... Ну, не типажно, а лицом в «Визиагномиках», как в комиксе. Я читала, я просто не понимала, как ты говоришь. Алексей Маклаков тоже. Да, значит. Ну, короче, все-все-все тише. То есть они все, и в том числе ты, это всё... То есть даже особо-то играть не надо. Ну, надо, конечно, но когда тебе это близки такие понятия, это легче просто даётся и выплёскивается на экран. Я говорю, для меня Юля, мне кажется, что... Ну, даже некоторые её умения или там черты, они... Они мне настолько нравятся, что я, наоборот, их искала в себе, чтобы соответствовать. Ну, то есть... Короче, Юля Пчёлкина сделала тебя лучше. Ну, отчасти, да, отчасти. Ну, правда, я говорю, как-то мне так запало в душе. Вообще, мне просто... Майор Гром и Юля Пчёлкина это для меня вообще проект, который до сих пор, наверное, даже не до конца мне понятен. Я объясню. Ну, то есть он настолько разнообразен, он настолько вообще затрагивает разные какие-то направления. И Юля, как мы её создавали, как мы общались с вами, с Олегом. То есть всё, что было, и всё, что есть, и всё, что будет, всё, что мы планируем, это как бы вообще ни на что не похоже. Вот. И, конечно, я после... У меня есть такая тема, что я, например, люблю забирать с площадки там костюм своего персонажа, ну, какие-то там... Вот. А здесь мне захотелось даже ещё и докупать что-то, что как у Юли могло бы быть. То есть вот эти вот там какие-то... У меня есть серёжка теперь с пчёлкой, я теперь рисую пчёлок, ну, то есть... Короче, что-то тебе хочется не забрать, а вернуться к тому, что... ну да. В общем и целом, да. Я обещал приглушить гадостью, но вместо этого я сделаю это вот так. Просто всё, и не могу. Тук-тук. Да. Да, ну действительно так как-то. Выпьем. Давайте. Давайте, да. За Юльку. Ты помнишь свой первый съёмочный день на «Громе»? Я его отлично помню. Вот вопрос, помнишь ли ты? И я дам тебе подсказку, это была ночная смена. Ночная смена, да. Это была ночная смена, по-моему, я была в кудрявом парике. Нет? Нет. Это кудрявый парик, это было вообще сильно позже. Значит, это была заявка костюма. Сейчас. Я не помню, расскажи. У нас была сцена в прихожей, в подъезде. Точно. И у нас был переезд, и мы ничего не успевали, и вообще в итоге мы пересняли эту сцену. Угу. Да. Но самое-то классное, что у нас, короче, было две вещи, две вещи на съемках, которые мы совершенно не понимали, как будет выглядеть. Это сложнейший, просто высокотехнологичный костюм чумного доктора, который появился у нас в финальном готовом виде только в первый день съемок, потому что это все очень было долго собирать. и второе, это твой образ, потому что мы не знали, как на тебе сядет парик, потому что он очень долго ехал, и там, и мы в этот же день съемочный, ночной, мы тебе его впервые хорошо приделали, весь образ с футболками, утвердили, и пошли снимать, и такие, фух, сложилось, срослось. Было очень круто. Да, но вот как бы вот я рассказывал, рассказывал практически на каждом подкасте, посвященном фильму, что так получилось, что у нас какое-то проклятие первых смен, что все первые смены мы либо пересняли, либо очень сильно вырезали многое, либо вообще выбросили из монтажа, и вот от твоей первой смены остался вот этот кусок, где вы с Громом стоите в подъезде, вот, а остальное мы пересняли. А у вас осталась эта сцена? Конечно, конечно, она есть, да, конечно, она есть. Вы будете ее показывать? Ну, Как вариант того, Да, какие-то, ну да, типа удаленные сцены, удаленные сцены. Ну да, мне кажется, это интересно. Нет, конечно, это есть. Слушай, я тоже много раз на самом деле говорил, но уже сейчас, как мы посмотрели фильмы, мне кажется, что сцены, ну, твои и тише, вот настолько у Майора Грома и у Юлии Пчелкиной витает вот эта энергия невероятная, что мне кажется, одни из моих самых любимых сцен в фильме, я честно говорю, даже там, несмотря на все взрывы и трюки, не, ну, остальные любимые, это когда ты в костюме Чемного Доктора, но именно вот ваша химия, невероятная какая-то, вот эти подколы, вот эти отношения, ну, мы же в самом начале решили, что, ну, Юля, это не просто подружка главного героя, это максимально неправильно было бы делать, это самостоятельная, полноценная героиня, но при этом невероятная какая-то атмосфера, что-то витает. Очень классная динамика. Да, динамика просто божественная. Вот как тебе было с Тихоном вообще, насколько интересный партнер, классный, расскажи про отношения Юлии и Грома. Вы у Тихона тоже спрашивали? Конечно. Что он говорил? Знаешь, что Тихон сказал? Тихон сказал, что Люба супер-девушка, у нее огромное количество плюсов, есть только один минус, она замужем. Отлично. На самом деле, это Артем перевел, на самом деле Тихон сказал, балдеж, 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 балдеж. Это я все понял в одно слово о повторенном игре. Перевод, да. По блютусу считал, значит. Слушайте, ну, да круто, я, когда я читала сценарий, я думала, ну, кто? Ну, вот кто? Ну, наверняка, кто-то из тех, кого я знаю. Ну, вот какое-то у меня было ощущение. Ну, там, полный метр, главная роль, ну, Петров. Ну, еще есть ряд актеров, про которых я подумала, что, ну, наверное. И как-то, и как-то это так вот пронеслось в моей голове, и я отложила это, и все. Я думаю, ну, ладно, хорошо. Все, дальше я иду на пробы, и дальше уже посмотрим, как эта ситуация раскроется. Прихожу на читку. Так. Сидит. Кудрявый, красивый. И я не могу, и я не могу понять. То есть, это действительно, ну, во-первых, у него еще другая прическа была, и... Классно, и Дима Дубина решили сделать. Я поняла, ну, то есть, мне уже сказали, что это майор Гром, но просто я не понимала еще конкретно, как он будет выглядеть, но я уже поняла, что это очень интересный выбор. Как бы, ну, вас как создателей, Олега как режиссера. То есть, и я подумала, блин, какие молодцы, смотри-ка, смотри-ка, потому что ребята прям нашли, сделали большой кастинг, и он действительно по энергии, и по тому, вот даже, как бы просто сидит, или мы читали, обсуждали, какой он свободный, смешной, легкий, и нет такого вот какой-то раздвоенности в нем, то есть, нет такого, что вот сейчас он такой хи-хи-ха-ха, а потом вдруг смотрит на тебя, но... Ассистентом не б***ь. Да, без вот этого, как-то вот он во всем, даже когда он недовольный, ну, я вижу, что это он недовольный, то есть, но он не без выпендрежа, какой-то вот, и в нем есть такая мужественная энергия, которая, ну, какая-то, ну, правильная, что ли, я не знаю, как это еще объяснить, то есть, он не перебарщивает с ней, то есть, и я понимаю, что он меня не давит ей, то есть, он как бы, да, он абсолютно меня уважает как субъект также, и мы с ним разговариваем дружески, мы можем друг друга подкалывать, никогда не перейдет черту, и вот это вот как бы самое, наверное, то, что меня вот восхитило в Тихоне, когда я же не была с ним знакома, не знала про него, вот, и потихоньку, потихоньку я сейчас вижу, как он начинает, набирать обороты, как, и я понимаю, что народ от него кайфует, и все, ну, в общем, я Тихону желаю только вот дальше, 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 и вообще не останавливаться, и вот дальше продолжать сохранять себя, и вот, очень рада, что именно Тихон, это майор Гром. И мы тоже, и мы тоже, ну, так как тебе с ним работалось-то? Отлично, отлично, я рассказала, мне кажется, все, я говорю, ну, не, ну, давай так, теперь немножко перчинки, он просто отвратительный, вот как, вот как партнер, вот ничто. Линия не вызывает, да, никакого притяжения, ничего? вообще. Когда у вас сцена была, где вы целовались, это, типа, ты просто плевалась после каждого дубля, да? Ну, наелась чеснока специально, чтобы было неприятно, не люблю, когда меня целуют. Вот примерно такая же химия у них. Какие заметочки на следующий фильм сразу будут? кстати, предложения много, кстати, Люба очень креативно подошла к своему персонажу, и я такой небольшой секрет раскрою, ну, как секрет, в принципе, просто интересный факт, что когда мы подписывались с Любой договор, Люба сказала, что так, мне все нравится, но у меня есть условия, я хочу, чтобы в каждом новом фильме у моего персонажа, у Юлии Пчелкиной, демонстрировались какие-то новые, классные качества и фишки ее персонажа. Да, да, потому что... Как вы это, простите, законодательный закрепили? Ну, как-то записано, записано. Как-то записано, вот в каждом новом фильме записано, то есть, как бы, у нас уже Юля будет и в шахматы играть, и... И жонглировать. И жонглировать, и через огненные кольца умеет прыгать, и знает... Дзюдо. Латынь, и... Нет, ну, если без шуток, это очень круто, что ты настолько борешься за персонажа, потому что я помню, когда ты мне сказала, что Артем не воспринимает это как прихоть или какое-то сумодурство, просто я очень боюсь, что будет так, что в какой-то момент просто на моего персонажа забьют, и она останется без развития, она останется без какого-то роста своего персонажного, и я хочу таким образом подстраховаться, чтобы не было, что это подружка Грома, мы ее видели в первом фильме, значит, она теперь просто там борщи варит, как бы, и все, и нормально. И это вот так вот тебе за отстаивание, это, я думаю, это на пользу всем пойдет, что вот так договорились. Мне тоже так кажется, да, спасибо большое. Ну, наверное, изначально просто такая мысль вообще появилась, потому что я прочитала сценарий, я увидела вот это направление, которое там уже было заложено, мне захотелось очень сильно его сохранить, и развить, и в это вложиться, потому что я почувствовала в себе, ну, то есть заряд сил и желания сделать это, сделать это хорошо, сделать что-то новое, и как актрису туда привнести что-то, привносить и заниматься этим. То есть если вы напишите, что она... Плодет в голову в пасть льва. Придется этому, понимаешь, научиться. Вот как бы я сама понимала, что я тоже иду на определенные риски, вот, и ты абсолютно правильно сказала, что это ни в коем случае не была какая-то прихоть, и я понимаю, что мы в любом случае в диалоге всегда находимся, если вы мне скажете, что, Люк, здесь вот нужно вот как бы вот без нового какого-то... Ну, мы не можем уже придумывать нового. В твоей фишке. Ну, ты уже и в космос летала, господи, Люба. Анатолий, что проехала, да, с фаршутом с орбитальной станции? Что еще? Колесо. И теперь ее укусит мутант Пчела, и у нее будут суперспособности Пчелкиной. Ладно, хорошо, мне нравится. Договорились. Ну да, что я понимаю, что мы всегда в диалоге, и что это... что мы совместно как бы тоже отчасти придумываем. Я тебя спрашивал про твою первую смену, а теперь расскажи мне, пожалуйста, про твою самую тяжелую смену на проекте. Ты помнишь такую? Вот после которой ты пришла как выжатый лимон. Я могу сказать, что, например, у Тихона это сцена драки в казино. Да, да, я тоже подумала про казино. Потому что... Потому что это просто были ночные смены. Пять, да, было ночные смены? Очень много, да. Мы почти всю неделю там засели. И все такие с серыми лицами, вот с этим вот, под глазами, с мешками. И только электрофильм. Так, ребята, мы сейчас делаем все классно. Собрались! Раз, два, три, ба-бах! А ты помнишь, там был момент, когда... Атмосфера маскарад. Там был момент, когда мы все вроде сняли, и это была последняя смена уже после драк, после всего, все вымотаны. И Олег такой, так, ребята, мы посмотрели монтаж, и у нас не хватает крупняков Тихона и Любы во время танца. Так что быстро переодеваемся и танцуем все заново по новому кругу. Мать его, поехали! И вы просто такие с ословевшим абсолютно взглядом танцуете, что-то там говорите. Помнишь этот момент? Да, я помню, я помню. Я что-то такое помню, да. Но вообще это все вот эти вот ночные смены, это было что-то с чем-то. Ну, потому что ты в каком-то полусне находишься вот в перерыве, ты просто сидишь вот так и аккумулируешь, потом тебя зовут в кадр. Текст держать надо. Нужны текст, эти танцы, песни, которая постоянно играет. Одна крутая голодная от Москвы, Маскарад. А, да, это мелодия. Сколько она у нас играла? Ну, мне кажется, несколько смен она у нас играла прямо подряд. Но там была проблема-то в чем? Почему это ночные смены? Это же не наша была какая-то фишка, что мы вечеринку вечернюю снимаем ночью. Нет, потому что... Работающее место. Да, это настоящий был ресторан, караоке, что там еще, с большим количеством посетителей днем, поэтому нам открывали его поздно ночью, и рано утром мы должны были его покинуть. И поэтому, да, было тяжело, но место просто офигенно выглядит. И в трейлере, и в фильме. Да, очень круто. Оно того стоило. То есть у тебя тоже, но смотри. А вот сцена финальной драки, битвы. Как тебе она запомнилась? Тяжело? Сложно было? Она мне запомнилась с волосами красными, которыми я пришла, и Макс сказал, что перекрасилась. Это вот как раз было тогда, когда мы снимали фильм. Ты помнишь, когда ты бежала в кадр, бежала в кадр, упала, поскользнулась, и тебе в руку впились какие-то осколки стекла? Да, помню, помню, помню. Это было очень мило, потому что все так сразу... Люба! Стоп! Ну, то есть я такая бежала геройски, и так просто упала на задницу. Это было достаточно комично. Я всегда в такие моменты смеюсь. Да, но там было стекло, и я... Мы потом вытаскивали какие-то микро-стекляшки из руки. Ну, ты знаешь, на самом деле... Стеклишки, как говорил Красимир. Стеклишки. Стеклишки разбрасывали. Да, Красимир замечательный, абсолютно. Вот. Я запомнила это, но вот почему-то... Наверное, бы и не вспомнила, если бы ты сейчас не сказал. То есть для тебя не было такого трудного момента переживания? Организм, я не знаю, как у мужчины, но у женщины точно самые какие-то тяжелые моменты в жизни. Например, роды. Практически ни одна из женщин не помнит свои роды, потому что организм, он стирает вот эти воспоминания тяжелые из памяти. Вот. Может быть, у тебя действительно настолько был тяжелый опыт этих ночных смен с дракой, что типа организм просто их как-то раз и обнулил, да? Ну, может быть. Может. Я очень хорошо запомнила эту сцену на крыше финальную, потому что мы же тоже ее снимали. Два раза снимали. Тоже ее снимали. Из-за погоды, да. Это было очень ветрено и, ну, такое очень красиво. Но этот ветер... О мой бог. Ну, то есть у меня просто есть еще такая защитная реакция организма и на холод, и на ветер у меня очень сильно слезятся глаза. Вот. И я плакала, ну, в прямом смысле слова. Просто осталась этой шаурмой. Оттекли слезы. Вот. И от смеха, потому что тихо меня смешило. И от ветра, и еще от того, что нужно было... Ну, то есть какая-то многозадачность была. То есть нужно было сидеть за камерой, говорить четко, потому что ветер сдувал наши слова. Ну, какой-то вот... Мне вот это очень сильно запомнилось. И шаверму есть. У тебя же еще была специальная шаверма, она была с фалафелем. Веганская шавуха. Веганская, что-то такое, я помню. Да, да, да. Сколько ты их съела? Ой, я не знаю, сколько я их съела, но надкусила я, мне кажется, штук 10. Порядочная. Да, у нас же каждый новый дубль, новая шавуха. Да, да. Они все еще такие холодные уже, потому что там съемки когда начнутся. Ну, хотя наш цех реквизиторский, мне кажется, взял просто максимум из того, что я просила. То есть это была шаверма из фалафеля. Я просила всякие, всякие там винтифлюшки, игрушки для Юли, там, ну, как это называется, для телефона. Чехлы, чехлы. Да, чехол сдержал, чтобы он вот крутился на там. И когда мне купили, но он недостаточно крутился, мы думали, как сделать так, чтобы он хорошо крутился. Это твоя фишка, да, была? Это очень крутая фишка. И одна из моих любимых в фильме. Телефон, когда ты прокручиваешь, когда ты прокручиваешь. Это просто вот так. Да, спасибо большое. Мы придумали там, давайте капнем масло туда, чтобы она крутилась. Вот. Так что, да, большое спасибо нашим ребятам из Эквизит, которые просто мне все давали, все, что я просила, все мне приносили, делали. Скажи, вот во время съемок «Звездных войн», четвертого эпизода «Звездных войн». Да. Какую роль ты хотела? Нет, нет. Во время съемки четвертого эпизода «Звездных войн» у всей съемочной группы, включая актеров, было такое несерьезное отношение к съемкам. Они не понимали, что вообще они делают, для чего делают. То же самое было и на съемках первого Джеймса Бонда. Исполнительная главная женская роль Урсула Андерс, по-моему, ее звали, она сказала своей подружке, что я снимаюсь в какой-то лаже, ну, хотя бы позагораю там съемки на море. И потом эти фильмы, они выросли в огромные, многомиллионы франшизы. Никто не понимал, что это историческое. Да, но на тот момент никто не понимал. Вот скажи мне, пожалуйста, про свои ощущения от съемок во время фильма «Моя Рома Чемного Доктора», потому что мы сейчас посмотрели, и я не хочу схвататься, конечно, но очень большие и важные, и понимающие люди говорят, что, ребят, это суперфраншиза, вы, типа, попали в десятку. Вот какие у тебя были... А смотрим, что скажете вы, зрители. Мы очень ждем. С 1 апреля в кино. Идите в 1 апреля в кино, да. Вот какие у тебя были ощущения на момент съемок? Что ты чувствовала? Было ли какое-то ощущение, что зарождается что-то такое крутое, значимое? Или это, ну, типа, сегодня здесь снимаюсь, завтра там? Ну, учитывая, сколько у вас проектов. Да, учитывая твой большой опыт в съемках и постоянные переезды и все такое. Вот. Такой сложный вопрос. Мне кажется, что я даже отчасти на него уже начала отвечать, чуть-чуть перемотать. Мне изначально казалось, что это ни на что не похоже. Я знала, что... Я же про вас знала. Я знала про комикс. И знала про короткий метр, который уже был снят. Я понимала, что это что-то очень самобытное. Вот. И мне изначально было интересно в этом поучаствовать, потому что во мне вообще есть такая вот внутренняя тяга к вот этой самобытности. И когда я начала уже сниматься, я начала видеть, какое отношение у всей группы к данному событию. И меня это еще больше подстегивало к тому, что, о, значит, здесь можно и вот так попробовать, вот здесь можно еще вот так вот раскрыть, здесь вот в это еще можно вложиться. И это очень круто. И я ни в коем случае не думала, что это очередная работа. Ну, по честному сказать, я вообще стараюсь так не думать про свой творческий путь и не относиться так к своей работе, как то, что, ой, ну это просто очередной проект. Даже когда это сериал, например, там какой-то выходит сезон. Ну, здесь я абсолютно точно понимала, что это что-то новое для меня. И все эти придумки, которые я как раз вот про то, что мы говорили, это все было только потому, что я понимала, что здесь вот можно куда-то вырасти. Здесь есть какая-то возможность. Здесь вот что-то, чего я еще не понимаю, как и вся эта вселенная Майора Грома, я еще до конца ее, ну, не целостно не воспринимаю. Опять же, я говорю, потому что она очень живая, она постоянно развивается, как-то видоизменяется. Вот. И, конечно, мне самой интересно уже посмотреть фильм, потому что я знаю, я знаю, что мне точно не будет за это стыдно, потому что я изначально рада в этом участвовать. Ох, круто, супер, очень круто. Нет, правда, мне, кстати, вот, хоть гость на подкасте я, мне, правда, было бы от вас тоже интересно послушать, вот как вообще у вас произошла эта идея снять кино? Вы давно об этом думали, как вы к этому вот шли? Вообще вот когда вот родилась идея Майора Грома, вообще представляли, во что это все выльется? Как это вырастет? Я тебе честно скажу, что когда я пришел, уже на диске лежал первый драфсценарий, я прям почти полностью комиксный, но он был прям кино. Это когда было, получается? Это, получается, в 2014 году. В 2014 году, то есть уже изначально лежали сценарии первых выпусков и адаптация, которая была первого сюжета, как-то проведена. Но там оно было очень близко к комиксу, то есть там, ну, комикс все-таки, да, покадровый, там все было расписано, и там был вот очень сценарий именно из комикса, прям один в один. А потом он уже прошел столько... из стадии, да, улучшения, но, Артем, расскажи, в какой момент ты захотел кино? Нет, ну я, по-моему, рассказывал уже неоднократно, что я, в принципе, решил сделать комиксы, потому что меня не приняли на высшие курсы режиссуры. Серьезно? Да, да. Я такой, типа, ах так, ублюдки, но я вам покажу, я сделаю свой комикс с Блэк Джеком и ш... и по нему сниму сам фильм потом. Ну, сам я не снял, но... Ну, принял очень большое участие. Ну, короче, не знаю, может быть, это такой... Майор Громчевный доктор, это большой факт всем, кто меня не принял на режиссера, сколько там, 10 лет назад, вот, на второе высшее. Ну, нет, конечно, просто я всегда хотел делать какие-то интересные истории, которые будут интересны людям, и... А когда такая огромная команда профессионалов вместе все это делает, мне кажется, это более большой эффект будет, чем ты один, например, написал книжку и ее там просто продал, да. То есть, это гораздо сложнее, потому что больше людей, но и эффект сразу мультиплицируется в тысячи раз. А как пишется сценарий вот комикса? Как это вообще? Ой, ну... Ну, это комикса ты имеешь в виду? Да, вот сценарий комикса. Как пишется сценарий фильм? Ну, просто как книжка, как книжка, только с подробным описанием действий. Ну, да, то есть ты размечаешь страницы, ты размечаешь кадры, потому что у тебя работа с художником, то есть непосредственно с партнером. То есть там сразу же идут заметки, указания, что происходит, где, какое время года. То есть покадрово все расписано. Это же двойная вообще работа получается. Есть два подхода, на самом деле, два подхода, ну, раньше было два подхода. Был подход Marvel и был подход DC. Подход Marvel заключался в том, что... Ну, это так, байка, конечно, но отчасти правильно. Это правда. Стэнли забегает в комнату художника и говорит, так, в следующем номере фантастическая четверка сражается с Доктором Думом на другой планете и в конце Доктор Дум должен победить, но потом прилетает какой-нибудь железный человек, всех спасает. Все, я не знаю, придумай что-нибудь, что в середине. Все, и убегал. И тогда как бы работа ложится на художника, потому что художник получил вот это задание и он садится прорисовать панели и уже думает, так, вначале они, наверное, собираются, да, и так далее. Стэн Ли приходил опять же и писал поверх того, что нарисовал художник, диалоги. Да, придумал поверх картинок, да. То есть он делал то, что называется аутлайн, а художники, ну, делали большое количество работы. А в DC наоборот. Сейчас так уже не делают, ну, в принципе, никто, потому что, ну, художник и автор, полноценные партнеры, они все придумывают совместно и, естественно, всегда прислушиваются к художнику и, ну, не все от сценариста зависит. Но, в принципе, да, сценарий комикса это сложная достаточно структура, то есть именно с описанием того, что происходит, кадр, ракурс камеры и так далее. Так что это все, да. Ну, в DC, я хотел договорить, что в DC наоборот, то есть ты прям прописываешь, прописывал раньше. Ну, это не в DC, это, на самом деле, во всех. Ну, да, ты прописывал, прописывал детально, детально, что в кадре, в каком углу лежит банка от консервы, мимо которой герой пройдет и пнет ее, или даже не пнет, просто написать. Вот, но у меня в первые несколько лет, я когда работал с художниками, у меня был гибридный метод работы. Расскажу, в чем он заключался. Я все прописывал детально, как в комиксах DC, получал страницу, а там вообще все по-другому нарисовано. Я говорю, какого хрена? А мне художник говорит, ну, я подумал, так будет лучше. И мне уже приходилось, как в методе Марвел, поверх нарисованного, придумать другой текст, другой смысл. Я так злился, меня так бомбило каждый раз, ты не представляешь. Так бывает и сейчас. Так и сейчас, да, бывает. Так во всем, кстати, бывает, когда ты говоришь вот так, потом вот так, и тебе приходится все это сделать. Слушай, ну, если вы будете смотреть, как бы люди, титры нашего фильма, там указано, что над сценарием работал человек 8, по-моему, да, около 8 человек, поэтому, ну, огромное количество этапов, через которые прошел сценарий, улучшений права к адаптации со всех сторон, с комментариями, в том числе, от продюсеров, от режиссера. Ну, в общем, это действительно огромная работа, и она реально, ну, оттачивалась, знаешь, по дороге, как статуя античная. Так что, ну, вот, что получилось, то получилось. То есть, получается, сценарий «Майор Грома», вот «Чумной доктор» фильма, ему очень много лет в плане, как бы, работы и от начала. Ну, конечно, да, первый номер «Майор Грома» вышел в 2012 году, поэтому уже 9 лет практически прошло, с момента начала истории, и она развивалась, но заметь, что столько лет прошло, а история-то до сих пор актуальна, и непонятно еще, сколько она будет актуальна в дальнейшем. Да. Ну, потому что взяты темы, которые важны и вечны. Да, меня на самом деле несколько пугает перспективы второй части, потому что хочется же быть быстрее, выше, сильнее, и как-то... А выше головы же не прыгнешь. Прыгнешь. Да, прыгнешь, если вниз головой висеть. Хорошо. Да, подвеси нас люди, которые нам выдали кредит, да. Видимо, да. Вот. Короче, да, и хочется что-то еще более крутое, еще более масштабное, но помимо этого, и чтобы оно и трогало сердечко, и твою душу задевало, да, и, конечно, это... Нам предстоит тяжелая работа, но это будет после выхода первого фильма, когда мы поймем, насколько это будет интересно людям. И тогда мы будем уже радоваться и огорчаться все вместе. Хорошо, мне нравится. Вот, ты уже несколько раз упомянула, что ты читаешь комиксы. Да. А я все никак не спрашиваю про это. Давай, рассказывай давай, что ты любишь, что читаешь, что перечитывала недавно. Я, ну, в данный момент я перечитываю «Майор Грома», «Чумной доктор» как раз вот эту серию комиксов. А в книжках или ты? Ну, в книжках, которые вы мне подарили. Это первая, вторая, третья, четвертая. Пятый. Пятый. Вот. Пятый не читай, грустный. Да, я все это, да, я все, я перечитываю, я все читала уже. Вот, просто я решила, что раз сейчас выходит фильм, и мы много будем разговаривать и про комиксы, я решила, что надо напомнить себе, нужно опять перечитать. И я хочу сказать, что со второго раза гораздо почему-то интереснее мне стало. Я не знаю, как так произошло. Вот. Это какой-то вот феномен лично для меня, потому что я начала больше замечать того, что там происходит. Я начала понимать, как, ну, так скажем, работает вообще вот эта вот вселенная, что там, ну, на что нужно обращать внимание, как это читать. Это еще, я не читала вот эту книжку, как читать комиксы. Скотта Макландо. Да. Я просто начала перечитывать и поняла какие-то для себя нюансы новые. Вот. Чего я кайфанула. Ты когда, ты знаешь, о чем фильм, ты с ним снималась, ты читала комиксы, скажи, вот теперь после второго раза прочитанного, ты видишь какие-то отсылки или какие-то заимствования с комиксом, какие-то сцены, как они переделаны, как это все работает, как это все. Ну, то есть, вроде то же самое, но по-другому, да? Да, да. Похвали ему, похвали. Нет, нет. Просто, нет, я про другое. Я хочу сказать, заметно ли, что мы вот взяли какие-то основы и очень грамотно их перенесли, и оно вроде сохранило форму, но содержание стало чуть другим, и вот насколько тебе, как кажется, как читатели, которые уже знают, что про комикс, как-то их удивит. Или наоборот, знаешь, как будто содержание осталось, а форма меняется. То есть, ну, как бы, есть эта вот игра, мне наоборот это очень нравится, вот что комикс как будто бы сохранился, но в фильме, я имею в виду, но немножко другой. То есть, это не совсем даже по мотивам комикса, это все равно комикс, но он какой-то видоизмененный. Мне кажется, что это, вот это наоборот меня, то, от чего я получаю кайф. То есть, я читаю историю, она же там очень разнообразная, еще и разные линии в самом комиксе. Вот. А фильм? Другой. И Юля там другая чуть-чуть. Это факт известно. И все. Единственное, американский продюсер просто однажды сказал, что говорит, что публика, который любит кино, они говорят, дайте мне такое же, только другое. Вот. И мне кажется, все, что я люблю, но как бы при этом удивите меня еще раз. Сейчас, на самом деле, вышло очень много, прям как вот у артистов, я все время говорю, то пусто, то густо. Да. У тебя сейчас вышло очень много проектов. Это и Настя, соберись, это и новые, как называется, сезон бывшего. бывший мажор. Мажор мы сейчас снимаем, да. Мажор, да, у тебя, ну, то есть, очень-очень много всего. Какой, какой год будет для тебя 2021 в плане релизов, в плане твоего какого-то карьерного роста и всего такого, потому что он еще только начался, по идее. На самом деле, как-то так все сложилось, что, ну, например, там, Гуляй, Вася вторая, которая сейчас вышла, она, ну, по идее, она должна была выйти гораздо раньше, но из-за пандемии все как бы, да, перенесли выход. И здесь, здесь такая ситуация, ну, как я ее вижу, то есть, очень разнопланово. С одной стороны, это хорошо, что так много выходит, с другой стороны, я, конечно, больше всего не хочу, как бы, чтобы мое лицо надоело зрителю. Так сказать, женская версия Саши Петрова. Я все время слышу про это. Да, серьезно? Я ничего не имею против Саши, наоборот, даже очень его уважаю, мне нравится, что он делает. Просто почему-то вот периодически ко мне вот прилетает то, что Люба, это Саша Петрова. Я ни разу, ни разу так не слышал, это я сейчас, мне кажется, впервые сам придумал. Ну, это не совсем так. Нет, на самом деле, мне нравится работать, мне нравится делать вот выбор постоянно, когда мне приходят предложения, мне нравится выбирать разное, да, и то, как я могу, что я могу здесь сделать, какое здесь могу высказывание заложить. вот. И вот то, с чего я начала, что с одной стороны, мне не хочется надоедать зрителю, мне хочется зрителя развлекать, удивлять, радовать. Позитивные эмоции, да, ну то есть или там, ну или негативные, но чтобы это как бы исходило из сценария, да, то есть вот, но в то же время я просто знаю за себя, как я вкладываюсь в своё дело, и вот эти вот премьеры, которые сейчас выходят, я сама смотрю, в общем, и понимаю, что они очень разные, что все персонажи, что в Насте, в бывших, ну, Мажор ещё не скоро выйдет, на самом деле, но всё равно его тоже можно сюда же запихнуть, Юля Пчёлкина, это абсолютно разные персонажи, абсолютно разных историях и срежиссированы они по-разному, мне кажется, наоборот, это вот очень такой сейчас сочный кусок вышел. Ну, Вася у тебя ещё. Вася, да, про Васю не сказала, да, ещё и Вася, то есть такие какие-то сочные работы выходят, и хорошо, что они сейчас, вот их так много, вот, мне кажется, что это даже может быть как, можно воспринимать как аттракцион от меня, потому что аттракцион от Любак, всё, но выбирай, что хочешь, и смотри. Какая Люба ты сегодня? Да, игривая, загадочная кокетка. Маску в Инстаграме надо такую сделать, да, вот, и какой 21-й год, ну, то есть начало такое очень бурное, в первую очередь, потому что так случилось, так звёзды сложились и разные там пандемийные истории, а вот, а на самом деле вот выйдет майор Гром, и на этом, на этом именно вот такая волна проектов, она уже закончится, то есть после майора Грома, дальше уже мы посмотрим, что и когда будет выходить. Мне кажется, что это как раз, это как раз вот идеально, да, идеально, что именно сейчас вот 1 апреля выходит фильм, и это как бы такой вот, и это не шутка. Как ты грамотно подвязала к теме Грома всё. Ты прям настоящая журналистка. Я настоящая журналистка. Нет, кстати, этому вот опять-таки есть чего поучиться у Пчёлкиной, этим всем журналистским. Выведывать. Да, бесстрашию и вниманию такой, отваге. Вот. А дальше уже посмотрим. Я очень жду, ещё раз повторюсь, выхода майора Грома, потому что я же не видела, что получилось из того, что мы обсуждаем, что не получилось, из того, что я хотела туда заложить. Это всегда такая штука, что что-то получится, что-то не получится. Танец шикарный. Да? Да. И с Годзиллой ты классно дерёшься в той сцене, в которой ты затребовала. Годзилла всё-таки вошла? Да, да. Блин, супер. А мы можем это оставить? Там она Кинг-Конга убивает, а ты просто вместо Кинг-Конга запрыгиваешь с топором и разрубаешь ему черепушку. Да, да. Всё, ну круто. Я спокойна. Кайф. Клёво. И бицепс там мой виден, да? Бицуха, да, мощная. Не будем спойлерить. Супер героиня. Я могу сказать, действительно, не кривя душой, что сцены с тобой, они самые тёплые, самые милые, самые ламповые. И это очень круто. Ваша сцена с громом в квартире у тебя, она просто идеальная. Не зря, да? Мы её переснимаем. Не зря, вообще ничего не зря. И очень круто. И финал такой душевный, приятный. И такие хорошие чувства на окончании тебя. Вот мне очень хотелось передать, и я очень боялся потерять вот за всем этим эпиком, чтобы у тебя было просто хорошее настроение в конце фильма. И я считаю, это нам удалось. И тогда у нас финальный вопрос для тебя, наш традиционный. Какую суперсилу ты бы себе хотела? И расскажи, пожалуйста, мы им тебя нарисуем в качестве супергероини в нашем подкасте. Так, а только одна? Можно несколько. Так, ладошки запотели. Вот всё, как маленький ребёнок в кондитерском отделе. Да ладно, ладно, всё нормально. Это стартап нашей новой серии, всё нормально. Ну, ещё с детства я хотела останавливать время. Мне почему-то казалось, что это вот... Я не знаю, как это можно нарисовать, но вот именно останавливать время. Я сидела в классе на немецком языке, который я просто ненавидела. И мне хотелось... Вот какой-нибудь тест мы писали, и я хотела так сделать. Стоп. Выйти, погулять, потом вернуться, списать ответы, сесть и... Обратно. Всё, потом получить пятёрку. Ну, вот какие-то такие у меня супердетские были пожелания. Ещё мне бы хотелось проходить сквозь стены. Это всё пока идёт из детства. Это разогрев, разогрев. Я ещё пока не смотрела на себя взрослую. Мне бы хотелось летать. Правда. Ну, вот чтобы была такая возможность. Не знаю, что это будет паутина, или крылья, или просто вот какое-то умение... Крылья — это красиво. Да, ну вот что-то такое. Это было бы здорово. Давай-давай. Всё, всё войдёт. Всё нормально. Будет суперадаптует. Просто со всеми способностями разум. Суперадаптует. А через стены проходить, то есть ты их делаешь какими-то нематериальными, или ты сама становишься нематериальной и проходишь сквозь стены? Ну, вот меня всегда интересовала вот эта история портала. Вообще такое событие, как портал. Ну, как бы, по одной частице перезабирают и... Да, 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 да. Это было бы здорово. Вот именно, что... Ну, в Рик и Морте, кстати, есть эта тема. Там вообще всего, в принципе, намешано. Да, да, да. То есть они классные, я имею в виду, классные... Может тебе суперкостюм какой-то дать, который всё умеет сразу? Знаешь, типа, как костюм, супергеройский костюм с швейцарским ножом. Супер, супер тонко нашинковать капусту. Знаешь, как мастер какой-нибудь. Или делать сальтуху. Какой-то турецкий суперповар, который, да, вот это вот солит, вот это вот... Да, да. Может, очень что-нибудь нарезать. Дорогие художники, решайте, как вам это бородить все эти суперспособности. Так, ну, нужно же, наверное, на чём-то остановиться или как? Ну, то есть... Или мне продолжать? Ты можешь продолжать. Продолжай, накидывай. Мне бы хотелось... Возможно, мне бы хотелось иметь доступ ко всем знаниям мира. Ну, то есть представьте себе, что такое... Такое... Мегамозг. Это мегамозг или это какое-то дерево и с листочками, которые ты срываешь, и ты вдруг понимаешь там... Ну, то есть, чтобы не нужно было читать кучу книг. А там как бы всё. То есть ты всё знаешь. То есть ты... Это... Это не... Ты не сходишь от этого с ума, а ты... У тебя просто есть знания. То есть вот что говорил об этом Ницше, вот что об этом говорил... Блин, ты хочешь быть Артёмом? Нет, да. Ты просто мою суперсилу хочешь сейчас забрать. Просто цитировать любые истории из Википедии. Ну и, конечно, уметь всё склеивать. Человек-скотч. Самый главный. Кайф. Сможешь ли ты склеить разбитые сердечки твоих фанатов? Кайф. Я могу. Мановение. Супер. Ну что? Больше людей. Такой очень... Ещё... Ну, кстати... Может, это как Танос Божь, у которого камушки, у которых свои суперсилы себе там, как свои. Ну, это было бы... Это было бы действительно... Слушайте, вы мне сейчас подкинули идею, что было бы здорово. Типа как психическую боль или физическую боль с людей. Такой хиллер. Своебразный. Как в Варкрафте, короче. Я понял. Да. Всё, ладно, я останавливаюсь. Да нет, можно ещё. Что это ещё придумываешь? Не скромничай. Короче, да, нашему художнику предстоит серьёзно заморочиться, чтобы всё это изобразить, но я уверен, что результат будет ошеломительным, как и игра Любови Аксёновой в фильме «Майор Громченой доктор». Вау, you guys. Неплохо подвёл. А убедиться вы сможете в этом... А «Майор Громченой доктор» тем временем уже в кино. Можете сами убедиться в том, что я не соврал. И всех вас ждём. Если вы ещё не смотрели, если не смотрели, приходите вместе с друзьями, мамами, бабушками, собаками. Правда, собаку деньги не возьмут за билет. Нет, собак не берите. Не берите. У нас в фильме есть собаки. Собачка будет отвлекать. Да. Так вот у нас сегодня в гостях была Люба Аксёнова. Спасибо большое, что позвали. Замечательно. Спасибо, что пришла наконец-то. Мы так долго ждали. Это был супер милый ламповый подкаст. Да, очень приятно. Няшный. Няшный подкаст. Люба, ты супер, ты супер. Спасибо тебе большое. Спасибо, ребят, вы тоже супер. Я вообще просто супер счастлива. Опять же, супер фильм. Давайте все смотреть скорее. Приходите в кино обязательно. Ну, кстати, я сейчас подумала, может быть, и с собаками можно? С собаками? Давай разрешите. Да, разрешаем. С собаками. Но без котов. Но без котов. Главное... Куда нас доведёт эта мысль? В смысле? Если я люблю котик. Приходите, со всеми приходите. Приходите, берите всех. Ура! Майор Гром в кино. Бегом. Бегом.